Анечка, мы думаем так, что ты должна начать нашу секцию и быть модератором, потому что мы у вас в гостях, и вы должны тогда нами руководить зарплатные ведомости. Список все пришли, да? Да, просто замечательно. Господа, подсаживайтесь поближе, формат такой, что принцип аквариума, кто дальше сидит, тому меньше кислорода. Мы рады всех приветствовать, сегодня одной из самых активных сообществ города присутствует фотоклуб-практика. И такая очень неординарная тема – энтузиазм или блажь. Потому что, когда начинаешь размышлять над этим вроде противопоставлением, кажется, что энтузиазм тоже может быть блажью в какой-то момент. И задача такая у нас – поговорить о роли сообщества в жизни фотографа как единицы художественной, и понять все-таки, как сообщество расценивается, да, помогает оно или в какой-то момент стирает лицо индивида-фотографа. Посмотреть разные примеры, которые связаны с конкретными нами людьми. И все-таки для меня всегда важным остается вопрос, когда мы говорим о сообществе – это что есть любитель, что есть мастер, что есть признанный фотограф или, как говорят, сложившийся художник, разложившийся художник. То есть кто вот все-таки вот эти характеристики и как определяет, и так ли нам важно им соответствовать. Вот. Я предлагаю вести всегда круглый стол. У нас есть уважаемые участники. Все присутствуют, да? Да. Нужно ли их представлять? Женя Иванов еще не присел к нам? Нет, здесь он, да. Не присел в круглый стол? Он с нами, да? Он уже говорил. Он всегда присоединится. Да. Я предлагаю, вот как мы, чтобы была переходящая инициатива, и все успевали высказаться. Брать один из заявленных постулатов и каждому давать слово. И первое у нас все-таки вот клуб как объединение, фотоклуб – это запрос общества. То есть общество высказало нам, да, нужны фотоклубы, мы иначе не увидим, кто что делает. Или все-таки это исходит извне или изнутри от фотоклуба. Фотоклуб есть, поэтому он есть у общества. Или общество он нужен, поэтому он есть. Ну тогда, наверное, я начну, да? Да. Давайте, сейчас будем в разгаре разгорчаться. Ну, а потом, как бы, если вы запоминаете, если будут какие-то вопросы, тогда сразу под... Документация ведется. ...поставляйте, да. Ну, как бы, наш клуб представлять стоит и не стоит, да, потому что здесь собрались все друзья, которые каким-то образом уже с этим связаны, которые проявляют некую заинтересованность, какую-то свою направленность, быть каким-то образом сопричастным с тем, что мы здесь делаем. И, в принципе, это люди, которые любят фотографии, каким-то образом связаны с фотографией. Когда была идея фотоклуба, сразу в двух словах расскажу, что когда все начиналось, когда мне предложили создать в российском, немецком доме фотоклуб, я очень долго сомневался и думал, что на самом деле у нас есть намного более интересных людей, которые могли бы взвалить на себя эту ношу и стать руководителем, и вести все это дело. Но оказалось не так-то просто найти человека, который мог бы взять на себя какую-то организационную вещь, функцию руководителя и человека, который все бы это организовывал. И, опять же говоря, за себя у меня была попытка попробовать, насколько будет интересно, откликнутся ли люди. Опять же, у меня было немножечко свободного времени своего личного, и я решил попробовать себя каким-то образом проявить как организатор, как руководитель. Я вообще никогда не считал себя каким-то лидером, каким-то человеком, способным повести за собой и что-то организовывать. Я не умел говорить, я считал, что очень плохо фотографирую, я считал, что я не могу тащить за собой людей и ненамышников. Но когда стоило этой машине завертеться, закрутиться, вдруг оказалось очень много людей, которые готовы тебя поддержать, которые готовы оказать тебе помощь и поддерживают твои начинания, твои идеи. И, в принципе, стоило только сказать, что вот будет фотоклуб, он готовится работать, как люди нашлись, как люди подтянулись. И уже на протяжении двух лет, да, так более-менее ровное число, мы собираемся, да, мы с вами собираемся, мы общаемся, мы какие-то новые темы придумываем. И, насколько мне кажется, нам не скучно. Здесь в этом году, конечно, 20-й год, он всем маленечко спутал планы, но я считаю, что это, конечно, такая небольшая удача, так скажем, да, я не скрываю, что у нас было очень много планов, и мы как танки вроде стали набирать-набирать обороты, и нас маленечко так остановилось и сказали, так, подождите, не торопитесь, маленечко вот осмыслите, проанализируйте, переварите все это в себе, и тогда продолжайте все это делать. И как раз после того, как закончилась эта пандемия, видите, да, у нас с вами начались проекты, мы маленечко успокоились, мы маленечко обдумали каждый там в своей голове, что же нам надо делать, и на клубе мы с вами уже четко, спокойно определяем, куда нам двигаться дальше, и что мы с вами можем делать. Какие задачи, какие цели я для себя ставил и ставлю? Ну, во-первых, это сплочение и объединение всех людей, которые занимаются фотографией. Надо сразу понимать, что ниша фотографическая, она разделена на несколько уровней, либо на несколько групп. Это профессионалы, которые не хотят делиться своим творчеством, и они самодостаточны. Это любители, которые, продвинутые любители, да, они как бы и не профессионалы, но в то же время они очень хорошо владеют фотографическим мастерством, и у них есть свой круг общения именно с теми людьми, которые с ними по уровню, по знанию, по пониманию фотографий близки. То есть, идти в профессионалы, они как бы не хотят, хотя они очень многих профессионалов знают, и не хотят опускаться до уровня любителя, да, потому что вроде как тащить за собой этот багаж им также неинтересно. И третья категория – это любители, которые начинают заниматься фотографией, которые впитывают себя как губки, и этим любителям, ну, даже здесь нельзя сказать, что это любители, вот, начинающие, да, есть люди, которые просто, ну, фотография, она как бытовая вещь, там, где-то сфотографировать семью, где-то поехал на отдых, на отдых где-то там сфотографировать какие-то свои впечатления, эмоции. Ну, а когда он занимается, получается, вроде бы, как, ну, какого-то уровня достигает, да, и ему достаточно для того, чтобы похвастаться перед родственниками, перед соседями, перед друзьями, как он отдохнул и что он видел. Но в какой-то момент бывает такая, наступает такая пора, когда хочется себя, ну, все, это потолок уже, да, а творческое начало в человеке все равно бурлит и каким-то образом заставляет шевелиться. И тогда этот человек из категории просто для себя пофотографировать пытается перерасти в категорию вот уже продвинутых любителей. Я вот точно такой же был любитель, который сначала цветочки, бабочки фотографировал, потом захотелось что-то большее. И поэтому, когда я вижу людей, которые пытаются идти к чему-то большему, мне приятно видеть. Я считаю, здесь единомышленники, вижу в них единомышленников, и считаю, что мы вместе сможем тогда что-то сделать. Что-то я им подскажу, и что-то они мне могут подсказать. И клуб для себя я ставил именно, вернее, цели и задачи клуба я ставил для себя том, чтобы, как вот у Чебурашки, да, в мультфильме, помните, сделать дом дружбы, чтобы люди могли себя находить, могли общаться, могли обмениваться какими-то знаниями и что-то брать для себя. И мне кажется, очень интересно, и прямо спасибо мастерам, фотографам, я на каждую встречу пытаюсь приглашать людей, которые, ну, в моем понимании, наверное, вы также со мной согласитесь, которые чего-то достигли фотографии, да, и есть какой-то свой взгляд, какая-то своя школа, какое-то свое мастерство. Эти люди, вот это удивительно, соглашаются приходить, они приходят и рассказывают, вот мне скажут, да, Павел Николаевич, ты здесь заливаешь, да нет, у членов клуба они подтвердят, что действительно к нам приходят очень интересные авторы, и вот обо всем их можно спрашивать, только наши встречи всегда с такой открытостью проходят, на такой всегда высокой позитивной ноте, что это тоже, поверьте, мне очень приятно, когда вот такая обстановка существует, ну и помимо того, мы с вами пытаемся делать какие-то свои творческие задачи, как для фотоклуба, я прям оценил и маленечко так загордился, и так много раз говорил в душе спасибо за последние какие-то мероприятия, ну, во-первых, за эту нашу клубную выставку, большое спасибо, мы делали выставку в ПФ формуляр, Яна Колесинская, когда была ответственная, она тоже очень хорошо бралась, то есть люди подошли, помогали выставку оформлять, помогали оформлять выставку, вот сейчас с Яной Колесинской, да, ее, кстати, в Доме актера проходит выставка, это было здорово, потому что люди вдруг начинают подходить, помогать, оформлять, это тоже какая-то такая вещь клубная, да, потому что сегодня мы помогаем одному человеку, а завтра все придут и будут помогать другому человеку, я как бы считаю, что клуб должен делать очень много выставок, и на одном из занятий я сказал, что ребята, давайте пока мы с вами формируемся, да, пока мы с вами пытаемся что-то сделать, попробуем найти площадки, где могли бы выставлять фотографии, потому что клубное движение, это очень интересное, мы можем показать, что люди творческие есть в Новосибирске, да, и вот фотоклуб-практика, это достаточно творческая единица, и если мы с вами займем какие-то площадки, где можно выставлять наши работы, наши клубные работы, либо персональные, то мы с вами тогда уже сможем заявить о себе, как об авторах, и еще как бы в заключении своего такого небольшого вступительного слова, я хочу сказать, что очень приятно делать свои выставки, потому что каждая выставка, это есть некая вершина твоего творческого действия, твоего какого-то творческого года, потому что от выставки до выставки человек набирает какой-то материал, какие-то эмоции, какие-то впечатления, и выставка — это вершина его, вот на данный момент, какого-то результата, или результат его творчества. Важно такая точка. Поэтому я считаю, что фотоклубы, они нужны именно в том плане, что при должной организации и при аккуратном подходе и четко спланированных каких-то вещах, можно любителю общаться с профессионалом. И в этом я вижу очень такой прямой, ровный обмен. Равный обмен. Любителю будет интересно узнать, о чем говорит профессионал, профессионалу будет интересно, о чем же все-таки думают и насколько далеко он ушел в своем профессионализме от любителя. Потому что могут быть такие вопросы, на которые он и не сможет даже ответить. Ну это вкратце, потом если что, я еще там продолжу. А вот тут вначале ты говоришь, Паш, что в русско-немецком доме тебе предложили организовать фотоклуб. То есть получается запрос внешнего, ну изначально внешней какой-то общественности был в таком клубе. Здесь был обоюдный такой вопрос, потому что, вот если рассказать о структуре российско-немецкого дома, российско-немецкий дом это муниципальное... Ну да, понятно, это учреждение. Бюджетное учреждение, где необходимы, да, кружки, либо какие-то секции, да, и необходимо было создать фотографию, потому что у фотографии есть определенная потребность. Ну и я тут появился на горизонте, обсудили, решили сделать совместный такой клуб. И в принципе, вот пока движется. То есть получается клубная структура это такой медиум между профессионалом и любителем, который помогает одним и другим туда-сюда транспорировать. Да-да-да, это котел, где человек начинающего уровня, да, либо вот любитель, он может прийти и найти помощь и поддержку. Каждый, наверное, кто занимался творчеством, он понимает, что в какой-то момент он доходит до какого-то вот этапа, до какой-то точки. Ты дошел, не знаешь, куда дальше двигаться. Если ты сам ходишь, в принципе, ты перевариваешь, 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 пока вот что-то новое у тебя, какая-то идея не родится. В клубе ты можешь оценить, в какую сторону двигаться, да. Опять же, ты можешь оставаться самим собой, и клуб может быть для тебя как средство там общения, под, так сказать, подпитки. И в принципе, там тебе помощь не нужна, но для начинающего фотографа, для начинающего творческого человека, творческой личности, я думаю, что клуб это как раз вот толчок для того, чтобы быстрыми шагами преодолеть некий начальный этап любителя, перейти в более серьезную фотографию. В этом, наверное, ракурсе интересно спросить Женю Иванову, как представителя профессионального сообщества, да? Давайте скажем, да. Как вот Союз фотохудожников России в Новосибирском региональном отделении видит структуру клуба? Жень, расскажешь? Клубов даже, да. Если я пришел, я хотел послушать. А, да? И участвовать, и рассказывать, как нужно. Нет, как ты видишь, несколько слов. Я знаю, как нужно, как существует, и много-много чего. Но на самом деле, вот я лично, если про меня, то я изначально Пашину идею поддержал, когда он мне рассказал, что у него есть этот план. И я для себя придел решение, что это будет, скажем, такая самостоятельная творческая структура, структура, которая будет очень бы хотелось, чтобы она сформировала какое-то свое лицо, сформировала бы свои идеи и реализовала бы творческие замыслы, которые не реализовываются в Союзе фотохудожников. Потому что я сторонник того, что любая организация, это все-таки немножечко диктаты, немножечко, скажем, ну, понятно, да? То есть я за свободу творчества, за маргинальных фотографов, за организованных фотографов, за разные объединения, вот такого типа, как Триво, например, и так далее, и так далее, и так далее. То есть любые сообщества, которые возникают, они должны развиваться, и у них есть возможность реализовывать свои идеи. Поэтому я изначально сказал Паше, что я готов приходить, я готов рассказывать, я готов участвовать как... Но клуб – это самостоятельная история. Вот именно вот этот клуб. Потому что мне интересно, честно говоря, даже просто посмотреть, чем все это... Как это вообще... Уже кончится, хочется сказать. Чем все это кончится, в том числе. Но кончится, подразумевается, какой будет результат. Выход, да, в другую историю. То есть когда все-таки результат, это конец, это определенный результат. То есть конца вообще... Если он даже распадется, ну, значит, распался. Если он будет существовать, значит, ну, вот как-то так. Поэтому, если можно, без моих комментариев... Да, мы на старте только спросили извежливости. С удовольствием мы послушаем. Спасибо, да, все, по-понимаю. Ну, здесь, наверное, как сейчас логичнее нам спросить членов клуба, кто присутствует. Как вот за эти два года вообще у вас, я так понимаю, все равно есть сформированный костяк? У нас еще, я хочу перебить, у нас есть Василий Василец. Да. Он так мне подмигивает. Да, дело в том, что он руководитель школы, фотошколы. Да, один, можно так сказать? Ну, один, да. Один из. То есть вот есть фотошколы, есть фотоклубы. Как, к примеру, идет движение между фотошколами, между клубами. А он у нас в двух ипостасях здесь. Он как руководитель школы, фотошколы, и как куратор больших фотографических проектов в стране и в Новосибирске. Ну, может, сиди и лезь сюда. Вот сюда, может. Что хотят? Садись, да. Звуководитель школы, давайте, сядем здесь спокойно. По поводу фотоклубов. Ну, первое, что я хотела сказать, на самом деле, здесь очень, как бы не совсем правильно говорить, запрос это общество или это какие-то другие инициативы. Да, то есть, конкретно. Любую организацию формируют конкретные люди. И только от конкретных людей зависит на то, что она будет существовать и в каком виде она будет существовать. Насколько есть лидеры, которые будут это поддерживать и на которым пойдут другие люди. То есть, это основа по сути своей. Понятно, что школа и клуб должны очень серьезно отличаться. Школа просто учит, по большому счету. И не более того, она дает знания. А у клуба должны быть какие-то другие все-таки цели и задачи. То есть, если мы рассматриваем клубы, которые существовали, которые были известны, мы берем какой-нибудь клуб «Новатор». По сути своей, даже название оно говорит само за себя. То есть, люди собирались для того, чтобы понять что-то новое фотографии. И сформировать что-то новое фотографии. И, исходя из цели, они решали совершенно конкретные задачи. То есть, у них были определенные серии, определенное видение фотографии. Они ее реализовывали. То есть, все-таки клуб – это не школа, в первую очередь. В первую очередь, клуб – это объединение людей, которые горят какой-то конкретной целью. То есть, если мы рассматриваем то, что было в истории, и фотографии искусства, то, в принципе, те, кто формировали различные клубы или объединения, они все имели определенную структуру, которая входила в этот клуб. То есть, определенную стилистику, определенные цели, которые они решали. То есть, на мой взгляд, клуб должен ставить такие же задачи. То есть, какие-то, строго определенные. Ну, тут я немножко… Я говорю только свое мнение, как бы, не более того, для рассуждений. Тут есть один нюанс. Это различие между школой и клубом, не более того. Есть один нюанс. Допустим, когда организовывался «Новатор», когда организовывались другие именитые наши и советские, и российские клубы, одна из задач клуба была – это все-таки дать некую трибуну. некое место, где ты можешь показать и рассказать о своих работах. То есть, это была достаточно важная площадка для представления своих работ. Сейчас ты можешь о своих работах заявить на весь мир с помощью интернета. И получить фидбэк достаточно такой же по мощности. Но эта функция у клуба, получается, она как бы принизилась несколько. Но она, мне кажется, связана именно с физическим, с ощущением людей. То есть, это сообщество, которое вот разговаривает и работает вместе в процессе. А в сети я тоже про это все время думаю в том контексте, что иногда таких примеров масса, когда вот эта профессиональная история далеко не всегда заканчивается успехом или какой-то наградой или признанием. Тогда, когда клубная и любительская история достигает очень значительных высот. И обычно у наблюдателя появляется такой вопрос. А надо ли мне идти по вот этому длинному пути, вот это все, становиться, вот так скажем, официальным профессионалом, если по большому счету часто случай тоже имеет весомую такую роль? Вовремя отправил там на какой-нибудь фотобьеннале свою фотографию и увидели ее, и признали. У меня лично другое немножко мнение. То есть, любой человек, который реализовался в искусстве, он имеет собственный стиль, имеет собственное высказывание, очень четкое совершенно. Вы можете различить фотографию, там, Смелова или Таренко, или кого-то другого. Не зная даже конкретно фотографии, вы зачастую можете очень четко сказать, кто сфотографировал. Потому что есть внутреннее состояние, есть стиль четкий совершенно. Почерк. Почерк, да. То есть это по-разному можно называть. Знаете, и здесь задачи клубов, то есть это не школа, это задача реализации. А реализация – это формирование почерка, стиля и конкретных вещей каких-то. А клуб не сглаживает этот почерк, не делает всех под одну гребенку? Или это уже зависит от руководителя и от самого фотографа? Это невозможно. Невозможно сломать автора, если у него есть свой стиль, свой стержень, свой почерк. Никакой клуб его не встанет сломать. Помочь ему. Он нужен, дать ему другие возможности. Но опять же это на начальном каком-то этапе. Не обязательно. Сразу изначально получается член клуба уже приходится своим языком, собственно говоря, поэтому он нуждается вот в этом объединении. А можно немножко с другой стороны вообще зайти к этой дискуссии? Да, конечно. То есть я бы, например, плясал от профессионалов, вот вы говорите, профессионал и любитель. Я считаю, что понятие любитель, в хорошем смысле этого слова, он круче, чем профессионал. Почему? При прочих равных уровнях владения фотографическим языком профессионал торгует своими знаниями. Да, он вправе выбирать, вот здесь я могу, вот здесь я не могу, но он все равно торгует. Он может где-то поскупиться своими нравственными принципами, своей совестью, только потому, что за эту работу ему заплатят деньги. Любитель никогда этого делать не будет. Любитель будет тратить эти деньги и получать от этого удовольствие. Теперь про клубные. Есть объединение профессионалов, да, и у них другие задачи. Ходить в них или не входить, там больше коммерции. Но есть другой пример, вот, например, Магнум, да, ну да, он сейчас не лучше времена испытывает. Есть Юджин Смит, вернее, был. Он пять или шесть раз уходил в этот Магнум, пять или шесть раз выходил из него со скандалами. Ну, то есть он не мог жить самостоятельно без Магнума, но Магнум ему вязал руки. Поэтому вот клуб, это объединение индивидуальностей, несомненно, но должна быть какая-то программа, когда каждому этому индивидууму будет интересно в этой программе существовать. То есть коротенькие штанишки, они неинтересны людям, которые умеют что-то делать. Значит, с одной стороны, это образовательная структура, неизбежно, потому что в этой большой тусовке люди подтягиваются до определенного уровня. Они наблюдают, видят, и они быстрее растут. Но с другой стороны, те, кто уже чего-то умеют, они должны этот паровоз тащить. И для того, чтобы этот паровоз тащить, вот роль лидера, я говорил на открытии выставки, что мы живем в стране, где роль личности в истории, она очень высока. Вот эта роль этого самого лидера, она значительна. Она видна, ну как, и с другой стороны, вот есть все равно какой-то вот, ну да, есть потенциал стремления, движения, дальше плата. В любом случае плата, или такой небольшой подъем. Вот здесь вот, вот дальше что, ну, пять лет может клуб существовать. У меня тоже был клуб в институте, который я вел, да, пять лет мы горели выставки, два раза в год делали. Через пять лет сдулось все. Я устал, и они устали. Но здесь вот, если вот вы не устанете совместно вот в этой, во своей игре, да, может быть, вы будете делать гранты, вы можете предлагать свои программы городу, вы можете участвовать в интернет-конкурсах и так далее. То есть использовать современные возможности коммуникации фотографической, наверное, тогда клуб обретет, ну, как бы неизбежно, мы не можем отгородиться от времени и сказать, да, вот мы клубу, вот мы живем вот в эпоху 70-х годов. Это неправильно, это неверно. Ну, то есть в любом случае, и вот лелеять этих вот, лелеять, все равно придется лелеять мастеров, которые в клубе есть. Не значит, что и гладить по головке, и давать ему гард-бланш. Ну, тем не менее, эти люди будут делать лицо клуба, поверьте. Еще такой вопрос у Владимира Павловича. Смотри, а если в клубе делать, он все должен фотографировать, да, условно скажем, по темам, или клуб должен для себя найти некую нишу, да, и в этой нише работать, и работать там постоянно, как бы... Вот идеальный вариант, с моей точки зрения, это широко должно быть, широкий, как вот такой взгляд. То есть не создавать жесткий устав, в рамках которого кому-то будет некомфортно и тяжело, да, или, например, наоборот, давать возможность людям реализовывать свои творческие задумки. То есть, ну, это очень непросто сделать, да, но тем не менее это надо делать, потому что иначе, ну, человек просто придет, посмотрит, что ему неинтересно, и уйдет. Вот, а он, может быть, ему как раз-таки это и необходимо, потому что общение хотят все. Да, но есть в интернете, да, много сайтов, да, много лайков, но вот кто ходил на эти сайты, простите, это срач. Чаще всего. Кто-то просто на этой площадке хочет выпендриться, грубо говоря. Ну, истинного общения я не видел. Я походил по этим сайтам, и я перестал туда ходить, в принципе. Мне это неинтересно. Ну, вот задача клуба, чтобы, как бы, людей каким-то образом оторвать от этого виртуального пространства, где никто никого не знает, и поэтому за глаза можно говорить все, что угодно. Ну, просто и как руководитель. Ну, пользоваться возможностями этого самого пространства может быть в других целях. Как инструировать. Конкурсы. Это просто надо понимать, пиарить это надо, где они есть. Конкурсы есть, и сегодня существуют клубы. Ну, вот у меня есть какие-то контакты с Нарвой. Ну, это Эстония, да. Они уже две или три моих выставки там сделали, реальные. Сейчас вот они хотят виртуальную делать выставку. Ну, мультимедийный проект они забрали у меня, хотят его показывать на фестивале. Почему не объединиться, не законтачить с ними, эти вот обмены, может быть, использовать те же возможности общения, когда ты просто разговариваешь с ними, и что-то у них интересное, что-то у вас интересное. И они делают выставки, это все равно там, не то чтобы это близкая Европа, но Эстония это не Литва, я согласен. Но вместе с тем это все равно интересно, если с Литвой тоже можно наладить общение, потому что там есть Александра Рачкаускас, ну, с которым мы, в общем, достаточно хорошо общаемся. Вот, и он просто председатель этого фотообщества там сейчас, и они делают, у них гигантское количество программ, они очень интересно сотрудничают с государством, они выпускают книги, они получают гранты. То есть, ребята, без реализации клуб не может существовать, а без денег, а деньги могут дать только вот эти вот всевозможные конкурсы, гранты и всего остального. Поэтому менеджер клуба, и, может быть, это будет команда менеджеров клуба, она без этого жить не может, я считаю, сегодня. А фотошколы должны помогать, и деньгами тоже. А как фотошколы, деньгами? А в фотошколе денег нету. Поставщики, поставщики для них же. Да нет, сейчас фотошкол, ребята, ну, давайте правде в глаза. А, это фотографы, которые индивидуально зарабатывают? Ну, это потребность в них, это кружок. Что такое фотошколы? Вообще, образование, это система. Это метод, ну, это кружок, простите, одного человека, который инициирует достоинства своих все недостатки. Фотошколы – это, ну, как человек, который систематизирует определенные знания, которые сформировались за историю существования фотографии. И потом, это такой мир, от арт-фотографии до репортажных фотографий. Сколько авторов, ну, чему учить? Чему учить? Это же, и когда там говорят, за полгода я тебя научу фотографировать, ну, это смешно, это по меньшей мере смешно. Мыслить научат, что ли, они? Ну, Владимир, смотри, тут отзвучало, что автор, любой автор подходящий, да, у него уже есть свой язык. Абсолютно. Но, встает следующий вопрос, язык же он не окончательно сформированный? То есть, меняется мировоззрение, меняется отношение. Воззрение фотоклуба, можно сказать, и обогащение языка каждого. Естественно, естественно. Просто вот то, что сейчас Паша делает, привлекая, ну, пока вот этот круг ближний, скажем, да, вот только город. Его же можно расширять. Не, ну, можно у нас уже… Образно сказать, что мы нарезаем ингредиенты, да? Да, ну, в тех же зумах можно приглашать к автору и устраивать более серьезный уровень общения. Ну, конечно, этому автору должно быть интересно так же с вами общаться, понимаешь? Ну, поверьте, потребность в общении колоссальна. Внимание к человеку никогда нельзя исключать. На этом и фотография, кстати, стоит. Почему можно снимать? Потому что человек нормально относится, когда к нему по-человечески относится. Не подглядывает в замочную скважину, непонятно зачем снимать. Открытый душой. И здесь то же самое, понимаешь? То есть человек готов делиться тем, что он умеет, понимает, и под каким углом зрения он смотрит на этот мир. Вам это интересно, а ему интересно с вами пообщаться. Таких людей очень много в России. Очень фотографически. Можно и за рубежи подтянуть, если английский есть, если есть переводчики. Ну, я там сейчас как Астап Бендер, да, международный шахматный турнир, да, в Нью-Васюках. Ну, в принципе, ребята, это все возможно. Вот то, чем должен заниматься клуб. Продумать план вот этого интереса, чтобы какие-то моменты важные, интересные... Просто интерес был, потому что надо... Мы пытались составить базу клубов, помните, да, «Берега». В позапрошлом году была такая попытка, обратился... Вот откуда? Спензе, да? Да. Спензе, клуб «Берега», выставку сделать, собрать фотоклубы России. И оказалось там порядка, ну, около тысячи различных клубов, которые существуют по стране. Поэтому поле огромное. Просто вот, ну, надо какие-то связи, людей знать. И большая проблема в том, чтобы просто не запутаться во всех этих контактах, во всех этих объемах, отношениях. Да, потому что там клубы бывают сильные, клубы бывают слабые. Кто тебе интересен, кто тебе нужен, и как это все сделать, насколько это все можно продвинуть. Ну, а вообще запросы есть по обмену, по контакту, по каким-то идеям. Они могут приезжать сюда, мы можем куда-то ездить. То есть в любом случае это обмен. Но ездить – это одно дело. Но можно подготовить клубную коллекцию, чтобы эта коллекция могла просто каким-то образом ездить и выставляться в другом городе. И сюда привозить коллекции можно, да, вот взять работы, к примеру, Томска, Омска, ближайших городов. Есть очень интересные авторы. А проблема с выставочными площадями есть в Новосибирске или нет? Я думаю, что вот сейчас Аня нам расскажет о том, что, вернее, насколько интересна работа куратора. Существует ли она? Есть ли выставочные площади в Новосибирске? И кому куратору, вернее, с кем куратору интереснее работать? С каким-то персональным автором или с клубом? Есть отличия или нет в этих вещах? Выставочные площадки в городе, конечно, есть. Вот мы все время с Женей Ивановым про это говорим, что площадки есть. Нам не как сообществом, не как, с одной стороны, даже самим автором и владельцем, так скажем, этих площадок, понятен механизм действия. Потому что вот я сейчас функционер государственной структуры, ну, так скажем, бюджетного учреждения. И, с одной стороны, куратор, да, который понимает немного структуру художественного института. И все время, так как в Новосибирске большинство площадок, они как раз такие, то есть они не профессионально-галерейного типа, это чаще всего учреждения культуры. У них есть свои задачи. Два официальных, две-три официальных можно назвать локации. Это центр культуры ЦК-19, это муниципалитет, НГХМ художественный музей с несколькими площадками и фрагментарно-краеведческий музей, да, где происходят художественные фотовыставки в том числе. Остальные все, их немало, кстати, неплохо сделанных площадок, принадлежат в большей степени молодежным центрам, таким как Артель, например, таким как Этаж. И вот, допустим, сейчас мы входим, крыша, балкон, там нормальные стены, там хорошие. Но вот сейчас договорю мысль, если не потеряю. Или таким, как наша библиотека, например, где, в принципе, тоже площадка не сильно отличается от музейной, музейной, но разница в подходе. У нас нет, там, не знаю, места для хранения, у нас нет дополнительного стафа, который нормальным образом может обеспечить вот этот функционал выставки, да, который подвесит, потому что клуб сам это делает. То есть это тоже все влияет на то, как сообщество вхожа в институцию. Это тем, кто вот занимает посткуратора, иногда обидно, сколько мы с Яной разговаривали, да, что та основная работа как раз вот того организатора, лидера, куратора, да, Паши, Яны, когда формуляр Яны, сейчас пока формуляры, ну, мы своими силами сейчас постараемся поддерживать, она не может быть, в принципе, оплачиваемой, потому что по структуре организации такой позиции нет. И вот, например, когда я работала в артеле, я была специалистом по работе с молодежью, да, но фактически я курировала вот клубы, ну, и другие организации, которые хотели сделать выставку. Но сделать выставку, это не просто принять картинки и повесить их на стене. Это, ну, очень маленькая история. Поэтому, как площадки, вот площадки, которые принимают клубы, у них есть интерес, может быть, он сейчас звучит шкурно, в том, что клуб — это сообщество, а сообщество радеет за то, как оно будет выглядеть больше, чем единица. Это правда так. Сообщество придет, вместе нарежет паспорту, ставит работы в рамы, сделает этикетки, сделает сайт. И в этом плане площадка, вот с учетом наших локальных историй, да, в Новосибирске, она заинтересована в сообществе, потому что даже на этапе планирования сообщество закрывает больше лакуумов. Мы можем показать выставку фотоклуба «Практика». У нас всегда есть ориентация на то, чтобы поддерживать локальные сообщества. Все гранты, и один грант, благодаря которому мы купили, например, свет сюда, писал Евгений Львович Иванов вместе с Вячеславом Юрьевичем Мизиным, он, все вот эти дополнительные финансирования, которые могут быть в организации культурной, особенно бюджетной, они идут от сообществ, то есть сейчас система вот этого финансирования меняется таким образом, что деньги получает организация, но только тогда, когда сообщество зафиксировало, определило вот эту свою потребность. Оно увидело, грубо говоря, то, что есть библиотека в центре города, она доступна, может зайти любой человек, все удобно, есть стена, которая может принять эту выставку, но нет того-то, того-то. То есть сообщество формирует этот запрос, и благодаря этому сформированному запросу не очень сложной заявки получаются деньги, которые могут потом эту выставку показывать. Мы сейчас бы убрали здесь лампочки, это вообще было бы ужасно, здесь на этой стене ничего показывать нельзя было. Но у нас, имея стену, мы не можем иметь лампочки, часто так, ну примерно. Сообщество нужно таким институциям. Другое дело, там еще вмешивается личная политика, да, кто оказывается вот на посту того самого куратора, сколько он времени может этому работе, этому сообществу потерять. И здесь тоже формат вот этого человека к человеку отношений, потому что мне часто неудобно просто, что я не могу уделить достаточного количества времени просто с этим сообществом поговорить. Получается, что время так схлопывается, и вы просто ждете сообщества с очередной выставкой, еще другой. Это вот первый пункт. В реальном... Знаешь, Аня, когда одна, Ольга Григоровна, слипу вам говорят, все думают, что я злодейка, а мне тысяча имейлов приходит каждый день. Я не могу просто даже с людьми поговорить. Да, во-во. Площадок много на самом деле. И русский, немецкий дом мог бы вообще стать домом фотографий. Там же отличное место, где можно показывать эти выставки и так далее, и так далее, и так далее. Аккуратеры, кстати, вот... Я извиняюсь, что я просто... Нет, давай идти здесь не слайд. Почему еще мне надо театр эти, к сожалению, это самое? Я очень интересно это послушать и Володю, и с Василием я согласен. На самом деле только харизма руководителя может эту всю ситуацию вытащить. А что такое харизма, это божественный дар, который... Но это тоже ресурс, ресурс тоже надо подогревать все равно, потому что он проходит со временем. Я бы посоветовал на самом деле, вот сейчас было совещание у Ярославцевой, что вот там нужны волонтеры. Культуры. Культуры. Потому что я сверху... И вот фото-клуб, Паша, вы можете спокойно туда обращаться, и там возникают некие ресурсы, которыми тоже можно пользоваться. Здесь на самом деле очень активная и широкая деятельность, и как Володя говорит, абсолютно... Вам, я не знаю, сам Бог велел списываться с Богдановским в Челябинске. Это мега просто программа, какие клубы до сих пор существующие. Правильно, Володя? О чем мы говорим? Ну, параллельно. Которые проводят каждый год фестивали, которые... Клуб проводит фестивали, и люди туда ездят, и у них есть ресурсы, ну, потому что Богдановский человек, который занимается и коммерцией в том числе. И коммерцантов надо привлекать. Ну, он официально директор музея местного. Вообще, это все сложное и очень интересно. Ну, вот тоже финансово, значит, проще в этом плане, в другом плане распределения. Извините, что я... У меня же не спрятая. Просто, конечно, накипело, и есть чего сказать. А вот смотрите, здесь, когда... Можно, Данечка, перебью? Да, конечно, я просто... Когда мы готовили круглый стол, и у нас возникла такая идея, и даже небольшой спор вот с Алексеем, где... Возможно ли делать выставки в фойе театров, где-нибудь там в офисах, в магазинах, да? То есть человек идет в магазин, а ему впихивают фотографию. Или он пришел на концерт, выходит в фойе, там, кофе, пирожочек съесть, а тут фотографии. Работают ли эти снимки на зрителя, расположенные в таких местах или нет? Я правильно, да, сфомнировал? Да. Близко. Близко. Ну, работают. Есть вот фильм «Секреты школы искусства», да? Там как раз вот это все разжевывается. То есть есть кафе, в котором постоянно выставляются художники. Пускай это будет в нашем случае фотохудожник. Но это именно кафе. А в Новосибирске нет таких площадок. В театре всегда висят фотографии, только это не считается как выставка. Населкал фотограф со спектакля сцены и развесил. Там ни открытий, никаких ничего, нет. Это обычный репортаж. Даже никто не замечает, когда они меняются, что кого сменяют. Так что это будущное просто. Я в ресторане делал выставку, нормально. Мне кажется, вот это глобально. Это работает. Вот кафе не было в WhatsApp на красном, но закрылось быстро, но тем не менее у них небольшие графические выставки. Да, или вы в греческих ресторанах. Все это было. Ну, Мартин Парр возьми, он же сделал один раз проект. Напечатал на принтере тогда еще лет 30 назад. И 150 выставок в Англии одновременно открыли. В один день. Я просто как-то внимание обращал, что филармония, они достаточно активно делали выставки. Когда был фестиваль джаза, они очень большую выставку делали джазу. И когда рождественский фестиваль, они замечательные фотографии с участниками, прошлогодних, да, рождественского фестивала. И насколько это будет продолжаться, насколько это вот сможет быть. Ну, тут еще мобильная передвижная какая-то там конструкция, куда можно весь ее... То есть должна быть клубная какая-то, да, или вот если филармония, она будет выставлять... Если ты хочешь делать там в каких-то пространствах не очень приспособленных. Просто свое должно быть. Ну, да, должна быть какая-то... Мне нужно еще понять, зачем, что делать. В любом случае идет некая фаза, это сейчас, да, перебиваю, это договориться, знать, что надо, какие-то технические решения. Причем должны быть технические решения такие, чтобы это можно было перевозить с места на место, да, с одного зала, с другой. Ну, это работает тогда, когда у тебя есть что выставлять, то есть уже физически готовые экземпляры. А когда встает вопрос, ну, вот как по весне 2020 года тоже был такой проект, провести ко дню музыки в филармонии большой фотоконкурс, именно музыкальные фотографии, фотографии о музыке. И встал вопрос просто-напросто, а на какие деньги это печатать? И выяснилось, что ни одна бюджетная организация просто-напросто не может. Ну, нет у них даже. А вот как это из-под ноготной выглядит? Все время падают разные письма. У филармонии своя программа. И им хорошо бы еще к этой программе провести выставку. Вот это самое обидное отношение. И часто это происходит в организациях. Когда у тебя есть свое, так скажем, задание, и тебе надо еще, ну, скажем, иллюстрацию такую сделать в виде выставки. При этом, вот правильно говоришь, Леша, нет ни денег на это. То есть сообщество же хочет выставку. У нас сам факт выставки часто продается как возможность. А при этом сам печатает, сам иногда даже рамы привозит, привозит треноги. Вот в филармонии сейчас поменялся руководитель. Там есть вот эти раскладные мольберты черные, да. И сколько раз они пытались туда сделать выставки живописные, но они там не смотрятся. Это место не для, ну, на мой взгляд, оно это унижение части показывает. Там свои вот эти высказывания, свое искусство. Мне кажется, что вот эта проблема, она в нашем городе как решается? Просто те, кому надо, и те, кто могут, они друг про друга в нужный момент не знают. Очень много есть стен в кафе, в галереях. Очень много людей, которые могли бы в нужный момент обратиться к фотоклубу. Практика, например, но они просто не знают о его существовании. Почему не знают, тоже понятно. Потому что, на мой взгляд, фотоклуб Практика в сети представлен очень ярко, широко и регулярно. Регулярно это самое важное. Многие не знают, даже в российско-немецком доме не знают о том, что существует у них фотоклуб. И это заблуждение, потому что наше сообщество, которое знает об этом, это от силы, от силы, мне кажется, пять сотен человек на весь город. Может быть, больше на сотню. И мы все друг друга знаем, и друг друга, и все друг с другом встречаемся на всех этих событиях, во всех этих местах. И здесь стоит глобальный вопрос, который это сообщество. Почему сообществу тоже проще? Потому что, извиняюсь за выражение, тупо охват людей больше. То ли ты приходишь иногда на персоналку, да, и собрать людей больше. То ли у тебя десять авторов открывают выставку. Это значит, от каждого по пять человек придет, уже будет пятьдесят. Это тоже все формальности, но на самом деле они важны. Потом, как вот это вот получить все-таки, как узнали, чтобы те функционеры, у которых есть деньги, у которых есть запросы на проведение выставки социальных проблем фотографий, мы получили последний раз, опять же, с моим примером просвет, пятьдесят тысяч рублей, называя это не просто фотографической возможностью делать фотографические выставки, а возможностью делать выставки на социальную тему. То есть иногда вот эта вот очень стильная игра, словесная вот этой подачи, по сути, продукт, да, не меняется. Это как была фотография, так и есть. Но именно как мы ее где подадим. И мне кажется, что клубы и вообще вся история, связанная с визуальностью, должна, наоборот, выходить именно в неприспособленные публичные пространства. Только когда, чем больше таких неприспособленных, я имею в виду не галереи, не там специальный выставочный комплекс, выставочная стена и так далее, чем больше таких выходов будет, потому что тем будет больше известности. Потому что в них есть наши вот эти люди, кроме тех пяти сотен людей, которые о нас не знают. Если мы покупаем два рекламных места в метро на месяц, делаем там выставку фотоклуба «Практика», то хотя бы, или вагон «Метро», да, вот у нас фонд родное слово делает, нужно выходить с вот такими идеями, расширяющими аудиторию. Вот у вас есть, на мой взгляд, все вообще запалы на то, чтобы полностью сделать метро, вот этот вагон. Вы же ездите, я не знаю, кто ездит, нет, я езжу, например. Это проходимость, это да, материал есть, все уже готово. Просто нужно вот эти форматы просчитать, поднять, сколько это стоит, ну и просто оценить. Но главное в этот же момент, понимая эту важность, не платить за это самим. Хотя бы на 100% не платить за это. Вот эта важность, она очень сильно должна с коммерцией сопрягаться. То есть, либо действительно это грант, либо искать, и мы сейчас как научились отвечать, когда нам говорят, вы организуйтесь, вы там как библиотека, примите участие. Мы, если не в денежном эквиваленте, то просим в бартерном эквиваленте, а что мы получим, да. Мы можем выехать, мы обязаны это делать, выехать с выставкой, выехать, там, не знаю, с виниловой поляной. Но мы тогда в свою очередь от той же самой филармонии рассчитываем, например, на проведение концерта на открытии выставки, да. И у вас такие же отношения. Если вы входите в какую-то публичную площадку, вы им, грубо говоря, стены закрываете, у них больше юзер-френдли становится пространство, интереснее, то что они тогда могут полезного для вас делать. Вот. Это, мне кажется, очень важно. Потому что, сейчас закончу, потому что есть у нас такое, что представитель художественного сообщества, он немножко себя чувствует, вот, как бы, мне лишь бы показаться, я вот тут со своим искусством, ой, вы меня можете разместить, ой, спасибо вам, я все сам сделаю, принесу, распечатаю, и хорошо, что вы мне гвозди оставили. Ну, есть у нас такое, вот, эта недооцененность, я не говорю, что надо там зазнаться и все, забыть, но все-таки где-то вот нужно, и мне кажется, клуб тоже в этом плане может более сильно выглядеть, потому что одному тяжелее пробиваться и доказывать, что ты ценен, что в тебе есть история там какая-то, что вот ты здесь представляешь сообщество, региональное сообщество и так далее. А в клубе это сделать проще. Но и расти, мне кажется, в клубе вот этот рост тоже важно оценивать. То есть как ты растешь, все-таки меняешься, и вот сама история с фотографией, да, с работой на тему, и свободной работой тоже, все это должно перемежаться. А для площадки, резюмирую, важно иметь друзей, клубы как дружественные сообщества, потому что мы можем делать и групповую выставку, и выставку отдельных членов этого сообщества, парить их, троиц по-разному, да, все это очень интересная история, потому что это дает возможности вот этой вот модульности, да, переключения. Другое дело, да, что мы тоже иногда не можем поставить, иногда двигаем сроки без конца, потому что у нас, как у, ну вот я про библиотеку, да, есть свои задачи отметить 800 лет Александра Невского, 250-летие Достоевского, мы от этого никуда не уйдем. Поэтому получается, что формальности, они тоже отчасти мешают эффективной работе с сообществом, потому что хороший, качественный человек при площадке никогда не скажет, сделайте нам выставку к 800-летию Невского, тогда мы вам, вас покажем на ней. Ну, как сообщество. Ну, вот интересно, у тебя это озвучало по поводу площадки обмена, где встречались бы те, у кого есть площади, и у кого есть контент. Да, а мы все время про это думаем. А вообще вот она такая площадка, просто хотя бы пытались ее сделать у нас в Новосибирске? Пытались, портал культурный пытались сделать, Минкульт несколько раз брался за это, сделать просто, по сути дела, ну вот такой обменник, да, я, допустим, я хочу, я фотограф, у меня есть 30 фотографий размера, например, 50 на 60, я закинула туда свое предложение, а с другой стороны есть человек, который ищет там... Это это сайт? Но он не работает. Почему он не работает, я вам тоже могу объяснить, потому что нет ставки и денег на модератора, на редактора и модератора, а такая история может быть только модераторской, никогда. То есть эти все заявки надо отсматривать с одной стороны, с другой стороны, и помогать этим людям встретиться. Но при учреждении культуры, да, вот, такого не будет, потому что структура всех этих вот кластеров, она не предполагает такой функционал, то есть отдельно такого человека, который бы чисто занимался модерацией. А значит, какой выход? Делать стартап, да, не знаю, получать какой-то деньги от кого-либо на такой проект. Но вы тоже себя из этой рули не исключите, как модератору. Но опять же, получается, что на тот же грант загорится сейчас может только некое объединение. Вот здесь очень хорошие, вообще гранты это надо прям активно брать в работу. Мы по двум последним годам видим, что государственный бюджет сокращается, причем стремительно, и появляется все больше проектных историй, где деньги даются под конкретный проект с конкретным результатом. И вот как раз вот это ширится круг людей, которые могут там участвовать. И это уже не обязательно НКО, например, некоммерческие организации. Это может быть просто... Вот сейчас будет третья волна гранта Минрегионразвития как раз общественных стартапов. Вот по 50 тысяч рублей, которые одна группка написала на 50 тысяч, вторая группка написала на 50 тысяч. И можно собрать нормальную сумму. И нужно вот эти вот... Не обязательно быть организацией. Вот я про что. Парад идей вроде сейчас должен стартовать муниципальный конкурс Анны Васильевны Терешковой, ее КДМ, Комитет по делам молодежи. То есть, да, но вот знаете, как у меня была проектная группа, я тоже всегда в эти гранты их подключала. Это тоже минус для сообщества. Иногда сообщество начинает уставать от этого. От того, что они помимо своего творческого взгляда, работы, обсуждений, подготовки, выставки, работы на тему, они должны еще, вроде как, потому что мы же группа, они должны еще писать на эти гранты. Это тоже в какой-то момент подмивает. Вот мое, например, сообщество, когда у нас был красный гудрон, это убило. Мы просто перестали, ну, через какое-то время, поняв вот этот второй виток, что нам нужны средства, потому что инициативы хватает на инициативу. А чтобы развиваться и расширяться, все равно нужны деньги. И здесь нужно вот подумать, какой этот ресурс. И в глобальном смысле только один эффективный механизм, когда государственная структура начнет понимать, что нужно финансово поддерживать костяк объединений. И это придет только тогда, когда через вот эти грантовые истории сообщества просто рано или поздно скажут, а вы без нас никто вообще организации. Если вас, если мы не будем находиться, вас тоже не будет. Вы не нужны тогда. Поэтому здесь надо активно... Вот я вижу в министерстве, делали мы запрос, но оно не приходит, потому что СМИ, культурная журналистика, у нас не работает в городе. Кстати, культурной журналистики, ее и нет. Тоже никого. И на более, я вам даже скажу, на серьезные поводы, да, может быть, хотя ходить надо, тоже не откликается. Как мы на лай... Письма шлем, рассылки шлем, на порталы культура.рф шлем за три недели. Вас трясем с этой информацией. Где вот это вот? Ну, у меня вот пока только выход, что... Не мытьем, вот так катаним. Ну, то есть нужно регулярно работать. И главное, не угаснуть. Вот в эти критические периоды третьего года, пятого года. Создать, может, подклубы, в клубе. По какие-то вот задачи именно на объединение вас внутри обязательно вот такие ставить. Потому что я, честно, не верю, что это долгая история. Всегда, потому что ресурсов не хватает. Ресурсов не хватает. И если там так, то по-разному бывает. Что пока ты горишь, живешь, но это ненадежно. Ненадежно. Тем более у нас такая политика, что еще незаменимых людей нет. И в клубе тоже. Сколько времени может понадобиться клубу для того, чтобы заявить о себе какими-то работами, какими-то... Ну, мне кажется, славы известными. Это не важно. Просто надо везде. Надо просто везде. Чаще быть конформистом. Ходить в эти... Вот многим просто говорят, я не хожу, например, в ЗАГС собрание, да. Мне не делают там им выставки. Я... У нас бывают такие запросы, там провести выставку закрытую ФСБ, например, в этом... В коридоре, по сути. Ну, просто коридором украсить. Это... Ну, с одной стороны, это низкая творческая задача, да. А с другой стороны, это возможности. И вот здесь время, мне кажется, определяется тем, насколько вы гибкие, да. Насколько вы можете быть конформистами, понимая, что какие-то структуры нас не устраивают, как художника. Но мы понимаем, что тогда мы получим что-то еще. Почему у нас многие там в Минкультуре проводят выставки, хотя их никто, кроме стаффа Минкультуры, не видит, да. То, что понимают, что потом оттуда можно выйти на область. Что значит выйти на область? На области всем всегда рады, но, значит, если вы уходите на область, у вас могут появиться деньги на транспортировку, на печать. Не очень многих людей приличают показать выставку в Машковском районе, но прокладывая вот этот маршрут Машкова, там, Тогучи, не знаю, еще два района, у вас сразу сто тысяч на печать. Вот я все последний проект привожу с Женей Ваном про Афган, который мы, кстати, у Стаса печатали. Вот. То есть, да, это странная история. Он сделал большую исследовательскую работу, он прошел их, проект снимал, но мне что приятно, что мы получили на это деньги, как библиотека, что увидела Минрек, что это важно делать в библиотеке не союзу фотохудожников даже, потому что он и так это умеет делать. Он знает всех этих афганцев, там, ну, не всех, но многих. Но именно потому, что вот тогда мы их получили, он на эти деньги, а там были минимальные суммы, в том числе мы в районе десяти тысяч как эксперту заплатили и на печать у нас были деньги. Но даже вот такая крупица, она уже показывает, что можно пробиваться. И в этом плане у фотоклубов именно большой плюс в значении художественных клубов, потому что художника не так понятно, как нужность показать, живописца, графика, например, нужность сложнее показать, потому что фотограф, он все равно документирует. И это вот всем этим структурам понятнее, что фотографы, фотографические выставки, продвижение фотографов. Вот сейчас мы написали проект снова на гранд спортивной библиотеки силы спорта, заложили туда сразу фотографа. Никого-то конкретного, а просто фотографа, которому, дай бог, получим деньги, и у него там будет 18 тысяч. Кто-то может из фотоклуба практика, из нашего сообщества станет этим фотографом. Ну вот, мы с этой стороны можем сообщество использовать, извините за выражение, это нам полезно, как организация. Симбиоз. Да, да. Вот. Вот все, я замолкаю. И как вы его будете выбирать? С жребьевкой? Нет. Ну, это уже другая история. Что значит другая? Нет, это хороший тоже вопрос. А вы не хотят говорить, это секрет? Нет, пока мы просто, обычно, когда готовишь заявку, это же всегда в мыле и в последний день. И на этот момент ты понимаешь, что не надо заложить фотограф, надо заложить там этого пиарщика, который тоже за бесплатно, никто не работает. А если работает, то толку от него нет обычно. И ты просто его хотя бы, чтобы не забыть, считаешь, потом уже дальше поехали. И кого-то конкретного не имеешь в виду. К нам приходила, например, Светлана Тарас, да, все знают, в библиотеку, с просьбой вот поискать ей формат фотографа библиотечного. У нас Валера, Валерий Панов работает, он же у вас тоже в фотоклубе. Мы говорим, у нас, ну нет, просто мы не можем, у нас вот полставки, по штатке, мы не можем больше, мы не можем тебя просто достроить. Предлагаем ей стать библиотекарем, ну с расширением функции вот того, что она может как-то быть фотографом, и да, но все равно она будет библиотекарем. Она говорит, не, мне не подходит это. И в этом плане тоже учреждения, они, и мы куда можем Светлану помочь? Она же потрясающий фотограф, да, и она любит вот эту как раз народную историю, там, вот, она говорит, меня бы в область, там, в командировке, я бы все это снимала. Ну, например, я говорю, ну, только вот если мы, например, выигрываем однажды какую-то такую историю по народным промыслам, там, да, нам нужна документация, и только туда. Но, по сути, мы ничего гарантировать не можем. Потому что даже, когда мы это пишем, не факт, что мы это выиграем, это А, и Б, что она потом не разочаруется, один раз встретившись там с библиотекарями в районе, и вообще, как творческий человек, скажет, да нет, это все не для меня. Можно я тогда еще вопрос? Это гранты, которые, вот, под проекты. А если съездили, привезли какой-то проект и говорят, у нас вот есть что-то интересное. Он говорит, о, слушайте, у нас как раз есть деньги, и мы готовы, у вас взять этот проект. То есть не под то, что будет, а под то, что уже есть. Есть ли такие направления? Да. Постоянно. Вот сейчас открыты про Гильвеция, например, кто-нибудь слышал, но там нужно продумывать механизмы обмена. вот про Гильвеция это швейцарский фонд. До 10 марта можно заявиться в резиденцию в Швейцарию. Нужно продумать, понятно, как вы продвинете швейцарскую культуру. Я вот как раз про то, что все время приходится с готовым банком, его все время приходится подстраивать под какие-то истории, не перефотографировать саму серию, а вот ее концептуально менять как-то чуть-чуть. Вот мы же можем это показать, найти автора или такое же самое сообщество в швейцарском варианте и сказать, что вы расширяете границы, культурно обмениваетесь. Это все большая работа. Вот я про то, что часто в сообществе эта работа падает на председателя сообщества или его правую руку. И получается, что вы в этот момент тоже, или как с Вадимом Викторовичем Иванкиным, он же такая же у него история, то есть ты тогда теряешь свое время как творческую единицу. Мне кажется, ты не можешь быть, я это уже дальше так думаю, ты не можешь быть и тем, и другим. Поэтому я тоже в свое время какой-то выбор такой сделала, что я не художник, потому что ты не можешь быть и тем, и другим. Ты либо помогаешь художникам, либо ты художник. Либо ты администратор, либо художник. Ну правда. И у нас еще сохраняется такое все равно мнение в обществе, что творцом быть круто, а вот это все как бы не для меня. Но это тоже мешает на самом деле. То есть возвышать роль в хорошем смысле. Подчеркивать пользу вот таких людей, которые просто тебе помогут, то, что ты сделал, сделать известным, это очень важно. И мне кажется, вот в этом плане мне тоже Жене Иванову нравится подход, когда он в союз фотохудожников принимает не художников, по сути дела, не фотохудожников, а людей, которые могут там рассказать о союзе, продвинуть в тех группах населения, так скажем, в которых другие члены это не могут на данный момент сделать, просто молодые сообщества продвигают. И это вот все стратегии, они тоже такие, вам тоже, мне кажется, в клуб надо думать таких членов еще очень. А у вас вообще расширяется количество членов или костяк есть и все. Ну вот 20-й год он как-то маленечко подрезал, сейчас мы с этого года будем уже смотреть и по-другому развивать. Можно сейчас вот Саша хотел все рассказать? Да, все, я так долго извините, полчаса. хотел направление сменить. Посмотрите, поговорили немножко о творческой составляющей клуба, поговорили совсем чуть-чуть об обучении в клубе, то есть роли как обучения, да, и ушли сразу же в гранты, в развитие, в выставки и так далее, в организационные вопросы, которые, да, важны, но вот как-то им получилось очень много внимания. Да, простите. А здесь вот у тебя не получало то, что на самом деле сообщество фотографическое небольшое. Вот, в чем беда, скажем, небольших сообществ? Это боязнь критики, боязнь вот этого публичного обсуждения, потому что человек, который выскажется честно и скажет, что выставка плохая, ну, становится в определенной части этого и так небольшого сообщества не рукопожатным. Как он посмел так сказать, что выставка плохая? Все же звезды, каждый сам по себе, понимаете, все приходят, каждый сам по себе звезда и действительно талант, а выставка получилась плохая. А причина этого какая? Малые сообщества, они вот из-за боязни вот этого вот разрушить связи, они начинают как барды. Играют плохо, слова забывают, два аккорда, там, не попадают ни в ноту, никуда, но при этом все друг друга любят. потому что это их единственная возможность жить в этом творчестве. И, боже упаси, чтобы он плохо сказал о соседе, который тоже так же ни черта не умеет, но про него сказать плохо нельзя, потому что мы же все вместе, мы же любим друг друга, у нас вот такое великое сообщество бардов. Вот. И звезды появляются тогда, когда они из этого сообщества выходят. Рома Ланкин, он дружит со всеми, но он идет своей дорогой. Вот такой яркий пример нашего местного, как говорится, всеми известного томича, Романа Ланкина. Останься он в этом сообществе, он бы не стал такой звездой, той величиной, которой он является сейчас. И вот у меня все время этот вопрос, вот эти вот творческие союзы, творческие клубы, объединения какие-то, насколько они давят вот эту творческую составляющую. Они просто, грубо говоря, останавливают человека такой фиктивной его признанием, фиктивным признанием. То есть, вот эти вот люди признали его крутым специалистом, крутым фотографом, крутым художником. А является он на самом деле крутым. Я очень боюсь вот этой вот клубной вещи. Я сам иду в клубы, и я оттуда часто выхожу очень, потому что мне сразу же попадают вот в эту атмосферу, я чувствую сразу. То есть, начинается, кукушка хвалит петуха, потому что он хвалит кукушку. Вот это вот внутреннее варево идет, ну и все, все довольны, все хорошие, все крутые, все друг друга хвалят. А наружу выплевывается, и оказывается, что не так-то все и круто. Грант, и все это понятно, это да, без этого жить сейчас нельзя, сейчас такая жизнь. Мне кажется, что в сообществе качество, да, там есть, у каждого есть, мне кажется, такое состояние, когда ты понимаешь, что ты, например, вырос из этого сообщества, ты вышел. Или нашел друга, и сам и остался. Я сейчас говорю, вот те, которые вышли, они уже все идут в свои дороги. Саш, можно, я немножко возразумеваю. Как решается вопрос развития в самом сообществе, если вот это вот, оно вот так живет? Но мне кажется, вот как раз такими встречами внешними. Саш, извини, сразу, вот ты сказал фразу выставка плохая. Вот ты можешь про эту выставку сказать, выставка плохая? Я же тебе говорил свое мнение. Ну, сейчас. Сейчас. Ну, я хочу честно сказать, я за последние года два хороших выставок видел, наверное, одну, может быть, и не буду даже говорить, какую все, но эта выставка мне не понравилась. Но ты можешь четко сказать, почему она тебе не понравилась. Опять же, я тебе это говорил, ты хочешь мне на все... Что я получил не одного врага, а сразу кучу, да? Нет, Саш, понимаешь, ты можешь четко сказать, почему эта выставка плохая? Почему я тебе сказал, приходи обязательно сюда и скажи это? Почему? Потому что если у тебя есть конкретные критерии... Я не понимаю критерий отбора этой выставки. Вы выбрали лучшие работы лучших ваших членов клуба, да? Вот. Но проходясь по страницам этих членов клуба, я вижу, куда более интересные работы. Вот. И получилось, что это выставка не лучших работ, не лучшая выставка клуба, от выставка из того, что предложили и ты выбрал. Вот эти... У музыкантов есть такая беда. Вот он пишет песню, он пишет альбом, он на эту песню потратил день, на этот день, на этот, а на этот месяц. Ну не идет она, зараза, эта песня. Он потратил месяц. В итоге он эту песню начинает ценить больше всего. Она, может быть, совсем не гениальна, она потому и не получалась целый месяц, потому что она была паршивой, эта песня. Но он начинает клубить, он на нее сил больше всего потратил. Художники, фотохудожники, я подозреваю, зачастую тащат те работы, которыми, ну, удались, может быть, тяжелее всего. Приходила сложная постановка кадра, да, какая-то, сложная поездка, еще что-то, сложный свет и так далее. То есть он вытянул из того, что было. И он считает, что он сделал круто. Но она хорошая работа получилась. Но это не самая крутая его работа. И я не понимаю те критерии, по каким вы оценивали друг друга, почему эти работы попали сюда. Можно я скажу быстро про свои критерии? И потом, потому что мне надо идти, извините. Мне кажется, что вот я, как может быть, очень нефрагментаряю, просто тоже в отборе участвовала. Но я не сравнивала никогда с тем, что на странице представлено. Я вот взяла тот пул, который был. И для меня очень важно, как для куратора институционального, чтобы концепция, расширяя границы, как-то сопрогалась с кадром. Я сейчас за свой выбор говорю, но тут у меня он не 100%. я смотрела по двум направлениям. Визуальность и содержание. Как вот это в двух направлениях действительно расширяет границы. В буквальном и формальном смысле. Ну, в буквальном и есть формальном, и в таком опосредованном смысле. И практически, то есть, важно вот этот для себя, мне кажется, понимать всегда принцип отбора. не выбирать лучшее всегда из того, что может быть собрано из этих людей. Потому что, на самом деле, не каждая выставка, во-первых, с точки зрения зрителя. Многие зрители не знают, как она, кто, сколько еще мирошников, например, Паша, еще там сделал фотографии. Но совершенно точно в пространстве она должна отвечать концепции и идеи. Поэтому я, когда выбирала, я вот смотрела на это. Да, действительно, это расширяет, ну, вот я сейчас просто рядом сидит, расширяет их историю, это расширяет границу, там, например, этих двух мальчиков, которые играют в шахматы вот третьей фигурой. Как это работает? Работает ли это в кадре? Чего мне не хватило вот в плане выставки? Это размера. Вот мне мелко просто. Но это уже связано с финансовыми затратами и с пространственными ресурсами. Вот. И я стараюсь всегда смотреть еще на выставку с точки зрения зрителя, потому что нас, 500 человек, это профессиональное сообщество, сообщество экспертов. Да, но есть какие-то моменты попсовые такие, простите меня тоже за слово, да, где все, ну, на попсовой истории построен кадр, да, он может быть не совсем сильный, но за счет того, что это тема острая, да, многие зрители, не будучи профессионалами, они именно на это среагируют. И здесь тоже вот правильно Саша говорит, что как вот себе не усладу, не создавать, себя не подвергать тому, что ты сам себе, уже сам собой доволен. Мне кажется, что в формате клуба как раз вот к вашей внешней истории, вашей внешней, такая вот эти, ревью, критики, они помогают быть вот, ну, вот тем самым внешним мерилом, когда вы растете. Вот, ну, короче, когда говорят, что выставка слабая, она где-то слабая, где-то сильная, нужно всегда вот эти моменты с чем сравнить, да, конечно, если мы сравним с группой Три, мы можем сказать, что выставка слабая. Саша, вот почему я тебя попросил вот достаточно подробно об этом сказать, потому что вот сейчас был пример, как мы, собственно говоря, внутри клуба работаем. Ну, может быть, если ты говоришь, что это плохо, объясни, почему, и на самом деле твое мнение вот для меня конкретно очень важно, потому что это тот момент, который заставляет меня где-то пересмотреть, где-то двинуться, где-то еще что-то. Прозрачным процесс делать, да? Это же может часть экспозиции быть? Ну, это касается не только экспозиции, это касается и, собственно говоря, конкретных фотографий, конкретных работ, которые сейчас идут. То есть этот процесс вот внутри фотоклуба, слава богу, вот по дереву постучать, он у нас сейчас отстроен в каком-то виде, и он развивается именно в этом направлении. То есть делается достаточно много вещей, чтобы не свалиться вот в это взаимное вылизывание. Но при этом любое мнение должно быть обоснованным. Сам понимаешь. Можно я еще скажу, Саша? Вот мне кажется, та теория, которая... А? Лучше бы Саша сказал. Нет, эта теория, мне кажется, она вот, знаешь, колесо. Потому что если ты приходишь, если ты не умеешь снимать, пришел, да, и тебя ругают, то вроде бы они себя сделают звезд, да, а ты себя считаешь внутренне гениальным. Это я так абстрактно беру, XY. И здесь всегда будет какой-то конфликт, какое-то противоречие. И вот здесь надо какую-то формулу найти, XY, и должен быть какой-то знаменатель от этого общения. А когда одна из сторон разворачивается и говорит, фу, здесь вот так, где-то там сто раз это было, и я уже не хочу с этим связываться, да, это сразу тупиковый путь. А вот повариться, да, ну, что нравится, что не нравится. Потому что в любом случае каждый человек, который к нам приходит, да, условно, вот все, каждый, это вот я прям ставлю, говорю, учитесь у него, либо пусть он у нас учится. Это та самая молекула, которая необходима вот в этой структуре. Мы, я опять всем и говорю, что вот мы некий котел, да, мы туда сейчас крошим ингредиенты. Кто-то из нас колбаска, кто-то из нас огурчик, кто-то из нас редисточка, да, кто-то там яичко. Вот получится окрошка или не получится, да, что туда добавить? Главное не забыть добавить капусты. Да, посолить там что-нибудь. И вот каждый, дополняя, да, он является вот каким-то ингредиентом чего-то общего. Про эту выставку можно, да, я сейчас скажу? Мне она, я считаю, эта выставка ноль, да, почему? Это пробная выставка. Мы здесь обкатывали какие-то варианты. Вот я для себя нашел абсолютно новые какие-то виды, ходы. Для меня при подготовке больше люди открывались в каком-то своем качестве, в другом, да? Во-первых, а, это проявить творческую активность, прийти помочь, прийти развешивать, там подсуетиться. Алексей готовил пока все эти ролики. Простите. Давай. Здесь вот сам процесс создания чего-то общего, да, он намного глубже, чем то, что видит зритель. И я сказал, хорошо, мы с вами сделали общую выставку, но я каждому из авторов сказал, каждому члену клуба сказал, видите, как мы это сделали? Каждый из вас должен взять какую-нибудь тему себе и подготовить персональную выставку. И тогда мы будем обсуждать, будем говорить, как-то искать. И следующая выставка у нас будет персонально, когда мы от каждого автора возьмем по действительно его лучшей работы из его каких-то серий. это одно направление, другое направление, когда мы берем общую задачу и в течение какого-то периода у нас не работает. Это я не договорил. То есть, мы у каждого можем взять лучшие фотографии, у нас получится какая-то такая уже общая выставка. Либо мы тогда задаем какую-то тему и все равно человек из тех работ, которые он сделал, он найдет свою хорошую тему. Я вот прям 100% могу сказать, что эта выставка явилась очень хорошим стимулом для каждого. Потому что они посмотрели, да, здесь я не доработал, да, здесь я что-то не сделал. Вот я смотрю на чужие работы, они смотрятся напечатанными. Вот как-то по-другому. И это вот мотивация творчества, да, то есть, мотивация что-то создавать, мотивация что-то творить. Почему вот мне очень понравилось, что Аня сказала, к примеру, посмотреть в метро. Вот был проект фотографический в метро, да, поезд же ходил, классно было. Поезд постоянно оформляли. Здорово. То есть, найти какие-то выходы, найти какие-то там ходы. Если каждый член клуба, его же никто не ограничивает, ни в творческом поиске, ни в творческих каких-то там порывах, там в потенциале, в творческом, если он скажет себе задачу, я хочу свои фотографии развешать в метро, давай, там мы клубам только поможем. Здесь, как бы, ну, амбиции, да, умения, желания, но я думаю, что это будет как бы клубная вещь, потому что каждый автор, который пришел и работает в клубе, он уже, вот, пока нету такого обязательного, да, но может быть, он уже сам напишет член фотоклуба такого-то, член фотоклуба такого-то. Через три года, да, человек должен иметь смелость написать вот это вот, что там не может быть. Вот, смелость, а смелость, она появится, когда человек научит бегать, научится стрелять, научится маска, хорошо маскироваться, станет хорошим бойцом, Тогда он нас пишет, да, я спецназовец, да, и будет рвать на себе тельняшку. И он также будет рвать на себе тельняшку, да, я фотоклуб практика, я вот за свой кадр, я отвечаю. Вот она, высшая идея, наверное. Я бы просто хотел так вот в двух словах сказать, именно о том, что меня пугает всегда в сообществах, во всех сообществах. Это сообщество медоносов. Вот это вот. Как только подъявляются медоносы, все, можно ставить крест на лимон в сообществе. Я согласен. Как вы это будете избегать? Ну, это... Я вот, честно говоря, не знаю. Но это будет рано или поздно, эта проблема вылезет. Нет, это проблема, которая... Это деньги в другом месте будут большие. Началась буквально с первых же дней. Пока хорошо. С первых же дней. И в этом смысле вот нужно сказать большое спасибо Павлу, что он выстраивал работу. Я хотел спросить вопрос задать тебе. Именно так, что... У тебя у самого какие-то критерии отбора есть? Вот как бы мог бы быть организован процесс отбора? Насколько я понял, что просто каждый фотограф выбирал какие-то количество работ, которые были установлены. Я не знаю, как это перенести в клуб. Вот, правда, говорю, просто не знаю. Вот. Но мне нравится критерий отбора 35 авардс. Да, вот это вот. То есть сравниваются и работы в случайном сопоставлении постепенно какие-то уходят. То есть выявляются лучшие. Саш, ты понимаешь... Это сложный процесс. Это должно быть большое количество. И там... Как это перенести в клуб? Не знаю, честно скажу. Вот в том же 35 авардс. Поэтому я все-таки не за клубные выставки, а я за персональные выставки. Но здесь и то, и то должно быть. Но вы здесь куратор? Он вообще возможен, с твоей точки зрения, в этой выставке? Взгляд куратора. Не, ну пусть он будет учитель. Я не знаю, как его назвать. Мы с тобой проходили, когда формировали твою коллекцию для вступления. Я взял на себя тогда смелость. Но я абсолютно точно знаю, я просматриваю каждый месяц десятка-три человек, которые вступают в Союз. Я точно могу сказать, эта ложка в дегте может испортить бочку меда. Одна плохая фотография портит впечатление об авторе напрочь. То есть он... либо он что-то не понимает. Но это не в том, что он ее сделал, а в том, что он ее показал. Что он ее показал. Да, но автора должна быть коллекция, чтобы выбрать. Потому что если ему показать... Я видел и у тебя, и у тебя работы намного сильнее, чем то, что вы мне дали для выбора. Ну, сложно. Вопрос, почему? Ну, это, наверное, так же, как вот уже сказали, что когда человек работает, чем дольше работает над музыкой, она окажется ему лучше. Были гораздо сильнее работы и у тебя, и у тебя. И не только у вас, и у многих членов клуба. То есть нельзя, видимо, давать на откупы, потому что человек иногда не понимает, почему он отбирает эту фотографию. Саша хорошо сказал. У меня уже с Шапраном была дискуссия. Вот у него была фотография минус 35. Там вообще ничего нет. Вот просто минус 35. Вот он замерз до потери сознания, когда он снимал эту фотографию. И вот он ее везде проталкивал. А она вообще не живет, она не фотография. Это литература. Это вот как раз те вещи, о чем говорил, Саша, что когда ты много над ней работаешь, у тебя за спиной больше труда вложено. Нет, Паша, я бы сказал еще немножко другая вещь. Потому что отбор, отбор, это все-таки тоже определенный навык и умение. А мы, извините, меня сели отбирать все вместе. Почему я и сказал, что у нас определенная нехватка опыта привела к тому, что вот на самом деле мы пошли по пути 35 Эварц. У 35 Эварц основная проблема в чем? Через их первичное сито практически не проходят действительно неординарные работы. Потому что большинство зрителей хотят видеть то, что они привыкли видеть. И неординарные работы просто-напросто уходят. Они не проходят через это сито. Давайте так, художественную составляющую фотографии любой увидит не только фотограф. И там человек, ну, скажем, любитель фотографа. Это может быть и художник, ну, как вот Аня, например. Это может быть и куратор каких-то творческих проектов. И, в принципе, это может быть и журналист, и писатель. То есть приглашать на такие вещи, все-таки пытаться приглашать людей со стороны, которые не связаны с клубом никак. В этом очень может быть. И они могут высказать свое мнение, совершенно не опасаясь того, что кто-то после этого перестанет их приглашать за стол или так далее. Ольга, ты хотела что-то сказать? Сейчас, сейчас, можно? Да, конечно, конечно. Я просто хочу сказать, поскольку я как бы изнутри могу рассказать, как дело было. Вот основное достоинство этой выставки заключается в том, что она состоялась. Вот именно в этом. В том, что мы рискнули вот на этот шаг пойти. Потому что она действительно очень хорошо показала все наши огрехи, все наши достоинства, все, над чем мы должны работать в будущем. Я уверена на 100%, что следующая выставка будет на порядок выше этой. Но без этой выставки этого бы могло и не произойти. Василий. А вы понимаете, что чем больше вы выставок делаете, то тем менее они качественные будут? Потому что чем больше объема, тем меньше качество. То есть вы физически не сможете сделать много, чтобы это было качество. Количество выставок ты берешь, да? Количество выставок. Чем больше членов клуба будет, чем больше объема будет. С одной стороны, это понятно. С другой стороны, если у тебя нет опыта проведения этих выставок, откуда возьмется качество? меньше тратить больше времени на подготовку да и поэтому мы не собираемся выводить это вообще вот в поточный момент здесь разговора идет о том что гранты получает не не так это как бы в принципе я я вот не знаю мне кажется показалось тяжело при работе когда много много авторов в одной выставке много членов клуба много выставок много мероприятий чем больше вы делаете меньше качество получается нет поэтому я поэтому и говорил что вот этот балл опять я про я про это и говорю что я хотел бы видеть чтобы каждый человек подготовил свои персональные выставки и работал над ними над проектами то есть да и то что проекта какая-то тема своя чтобы каждый человек сделал по одной выставке клубы и чтобы мы как бы помогали да там по мере сил если человек скажет я сам все делаю хорошо мы при сможем подойти оформить да потому что здесь как раз нужны руки нужны какие-то там силы я кстати хочу сказать вот я не также вот большое спасибо потому что выставку которую она открыла в понедельник да то я помню первый раз она показала ее на клубе так было и мы на клубе и посмотрели как я на ну можно там был как раз такой вопрос это интересная выставка или нет можно и показывать людям или нет был такой вопрос поставки мы посмотрели и сказали да я на здорово вот эти работы слабее эти лучше и тогда он сказал если бы не было заседание на клубе да если я не показала эти работы я бы не рискнула сделать фото выставку было такое нет нет но здесь именно как раз в виду реально какой-то проект был именно за хочет кстати гораздо цене когда один человек смотрит чем когда клуб потому что кто-то русская стесняется сказать кому-то ты не даешь слова вставить создается все общее ощущение дружеской атмосферы когда не хочешь там что-то или стесняешься а вот когда вдвоем сидишь с коллегой тогда больше получишь всегда он баланс кажется не может быть массовым но и не попробовал вопрос что вы хотите получить вопрос да вопрос что мы хотим получить в клубе но наверное каждый человек который пришел в клуб да он несет что-то свое я не знаю почему он пришел что его туда потянуло да и мы не психотерапевты то есть я не я не спрашиваю что же тебя привело в клуб нет пока пока вот пока такого нету да потому что вы хотите получить ну пока объединить людей которые занимаются фотографии как любители фотографии да кому интересно у кого и свободное время чтобы заниматься фотографии у кого есть какой-то художественный потенциал тогда уж не откидывайте обучение вы про него совсем а вот это как раз это уж совсем другое я я как бы изначально сказал мне также когда в российском немецком доме все начиналось и мне сказали вот вы будете собирать ребят учить их фотографии я сказал что у меня нет времени учить во первых да во вторых мы собираемся и в процессе движения мы будем уже учиться и я вот опять повторю что есть там три таких основных кита на котором я я хочу чтобы клуб развивался это начитанность насмотренность наслышанность да то есть читать человек может сам взять книгу и прочитать но он может спросить а какую книгу вы мне посоветуете прочитать ну и сказать ты можешь взять вот эту книгу и почитать а какого автора мне посмотреть чтобы вот вы видимые фотографии а какой автор работы в таком же ключе чтобы меня маленького подтолкнула на какое-то движение но есть вот такой автор или когда вы работаете вы может такую там музыку слушать или или слушать человека который много видел и рассказывать рассказывать про свои фотографии как он получил тот либо иной кадр да какие силы он затратит этот человек который приходит в клуб и слушает он уже потенциально должен быть готов через какие сложности через какие трудности ему надо пройти чтобы получить хороший кадр насколько быть ему готовым и насколько быть там вот тон как сказать быть в деталях то вот очень тщательным и выверенным кастом шаги еще два слова буквально скажу еще в чем мне вот сейчас пришла в голову мысль в чем опасность коллективных выставок то что она не выявляет лидера она всех выравнивает как бы все участники этой выставки вот а когда есть клубные лидеры это всегда именно тот символ к кому тянутся у кого спросить почему вот он действительно лидеру но по классный на точке секреты вот эти вот секреты которые выдаются на клубе в них ценность то есть лидеры должны быть они должны быть все такие вот ровненькие все такие любящие друг друга вот именно лидер на самом деле ты обрати внимание что количество работ у каждого автора разные и это тоже я видел что это тоже показатель определенного момента ты сейчас такие глубокие смыслы выискиваешь в этом нет 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 а по-другому как смотри мы вот революцию я же иду на выставку не для того чтобы задуматься почему у этого две работы а вот а4 согласись не ради этого нет но но внутри внутри это было все видно понимаешь когда идет выработка каждый выкладывает одинаковое количество работ на отбор и мы отдаём сторонним уже после обсуждения внутри клуба все мы вроде как сказали вот вот тебе лучше вот это вот это вот и вот лучше это все обсудили и дальше мы отдаем сторонним людям сторонние люди делают выбор и мы каждый видим сколько голосов кто как проголосовал мы внутри вот это ранжирование внутри все равно остается то есть нет такого вот что вы молодцы просто потому что вы здесь участвуете а можно я еще вот по этой выставке скажу два слова так два два слова дело в том что тот зритель который придет и увидит эти работы он оценит их с точки зрения своего понимания фотографии мы с вами здесь хотим от фотографий большего да иногда зритель приходит и он говорит слушать какая какие классные фотографии да другой придет слушать ваши фотографии вообще ничто зачем вы их повешали ну это что за ерунда вы позоритесь я разные мнения слышал и самое интересное мне было когда подошли и сказали слушайте и мы посмотрели внимательно фотографии которые были вот на мониторе мы просто сидели и смотрели да там намного лучшие фотографии чем у вас на стенах висят это как бы это продолжение этой выставки то есть специально сделано чтобы посмотрели фотографии посмотрели то что мы разместили на на экране и вы сделаете представление о тех людях которые снимают там же идут подписи да вы видели на печатной фотографии там фотографии вы можете увидеть глубину до диапазон возможности клуба ну как бы вместе это да это говорит но но они или многие кстати телевизор да 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 и я вот слышал о том что но почему вот вы те фотографии не поставили почему именно ведь но сложно сказать вот вот не так и почему я скажу а вот от лёша тече потому что извините меня 540 работ которые демонстрируются вот там на телевизоре за 50 минут развешать здесь не мы можем их конечно же тут же возникнет вопрос если пятьсот сорок фотографий почему эти попали вопрос то в этом понимаешь для меня вообще почему там оказались те которые людям больше нравятся и очевидно сильнее какие критерии не сработали вас нет я скажу что я я не знаю ответ вот честно я не знаю я над этим думать понимаешь я вот сейчас не готов тебе сказать почему как это сработало в вашей следующей выставке будет но к следующей выставке мы будем почему давайте секрет расскажите я знаю почему я знаю как я отбирала свои работы да никак я просто не знал будет эта выставка или не будет у меня не было серьезного отношения к отбору вообще вообще не почему я говорю что она цена то есть она произошла и теперь я понимаю что да я болвану следующий раз я буду лучше но все свои 60 работ ты отбирала уже по-другому да когда я уже поняла что работа пошла когда пошла работа 60 это вот то что вот сейчас развешиваем вот на экране то есть при представлении каждого автора в отдельности но видишь тут еще момент какой одно дело сделать представление клуба как такового а другое дело сделать представление отдельно взятого автора ведь согласись вот здесь на телевизоре она идет без звука а когда ты в интернете послушаешь те же интервью там это разворачивается еще все сильнее для меня основная задача когда начал готовить выставку было именно представление каждого автора и она реализовалась потому просто потому что я не могу это в этом пространстве полностью представить каждого автора приходилось выходить в виртуал а для меня вот это уже стало ну определенным крючком определенной точкой от которой дальше уже зритель идет в другое другое место в другой момент и еще можно я добавлю расширяя границу вот эта тема была не сразу понята не непонятно было что именно для зрителя более важным будет в с в понятии расширяя границы какие границы ну вот наверное поэтому первое опасное слово что именно для зрителя понимаете если вы будете ставить себе задачу работать на зрителя это будут совсем другие выставки всем другое творчество все таки я считаю что здесь не на зрителя от себя и для себя тоже потому что ну понимаешь вот именно вот те дискуссии которые у нас длились а мы первый раз о выставке заговорили когда в августе да да вот августа месяца мы все это как-то вот сначала просто напросто самим понять осознать понимаешь я я вообще об этой выставке заговорил нас открыли от той точки где в конце концов но сколько можно приходить и обсуждать чужие работы ну ну да приносим мы на блиц свои работы но а эволюцию не обманешь от мозг человека работает на полную катушку только тогда когда он работает на определенным над определенным совместным продуктом вот это вообще самая эффективная работа мозга начинается когда все вместе начинают работать над одним единым продуктом и нужно было вот такая точка нам мы ее взяли именно в виде выставки мы попробовали какие-то ошибки что-то еще здесь была сотворчество как раз в галереи да винчи потому что когда алексей пришел год нам предложили сделать здесь выставку и твоя была идея расширяя границы раздвигая границы потом назвали расширяя но тема в том что это родилось как в августе пока все это двигалось пока собиралась пока можно было собраться пока кстати понравилось что мы также собирались и обсуждали какие какая тема кто что в ней видит люди приносили фотографии мы разбирали коллекции людей чтобы выбрать я и говорю что это выставка даже может быть для определенного этапа для определенного уровня потому что люди даже не не понимали что и фотография что-то значит вот под просто такой да никто этом на щелку у него есть такая коллекция мне нравится это ну а все смотрели ну все да там коллег коллеги и выборщики говорили что это фотографий наоборот неинтересно а вот то рядом на который ты внимания не обращаешь она выигрышно она ударно и был процесс такого совместного творчества я понимаю что когда скажут нельзя вместе всем готовить фотографии получается каша но с чего-то надо начинать правильно сегодня с паши сам был тоже разговор и он написал что вы понимаете под фото клубом вы тут всякие там чаи кофе гоняете а нету у вас никакого творчества но надо понимать что мы как бы сейчас только делаем ракету мы создаем экипаж да мы вот собираем с собой взять в полет сколько на ракета будет лететь всего лишь мы на базовом этапе кто-то был из этих людей фотоклубе да если мы вернемся к нашей теме никто фотоклубе не не был не знает что это такое и мы не знаем что это такое мы объединились и сейчас вот пытаемся что-то сделать я нашел такую замечательную книжечку да видел нет я наверно год издания 88 здесь начинается фотоклубе фотолюбитель всего начинается фотоклуб но я читал но здесь советские такие темы придет приведены плюс там какие-то растворы как надо создавать фотоклубы в принципе то с чего мы начинаем так как мы движемся это все уже описано и уже известно все если мы говорим там какие-то московские клубы до новатор там есть мэтры до которые здесь кристалл да они стали да они стали в клубе а теперь на них смотрят как раз качество то есть если ты собираешь маленькое количество людей они могут создавать хорошее качество собираешь масло то это вопрос количества не качество но вот вопрос что лучше сделать одну великолепную я когда клуб когда вот мой клуб создавали да все вместе стали ходить мне было интересно посмотреть как же этот клуб работает я нашел фотоклуб новатор где выступает георгий к копосов колос колос колосов колосов и сидят там все там охломов да там было бы вам звезды зверев сидит молодой там такой вот дмитрий и вот они собрались и они слушают человек который выступает председатель клуба представил колосова и он там о чем-то рассказывает вполне такие солидные люди сидят но когда знаешь что все они как бы мэтр пускают они туда новичков или не пускают к себе не пускают а как они делают выставки там же каждый получается звезда да каждая там фотографическая лично что их вместе объединяет что они в друг друге находят значит какой-то контакт какая-то связь какое-то общение правильно а там-то уж извини галактики такие там где каждый может расти нет каждый может самореализовывать да возникает вопрос каждый человек приходит куб самореализоваться если у вас большое количество новичков примеру как будет реализовываться тот кто опыт например зачем ему это или каким образом структуру выстраивать но туда секционный должна быть понимать что секционность будет я хочу даже сказать что дело в том что мы вот уже обсуждали устав клуба вот мы уже три раза садимся составить устав клуба но я всегда оттягиваю этот момент и говорю что некий устав клуба он придет к формализации да пока мы собираемся пока мы вместе пока мы все каким-то образом общаемся каждый подходящий к нам новичок он достаточно органично я я считаю вливается потому что у нас нету там ну споры всякие творческие споры они должны быть да но дружеское отношение товарищеское отношение звездности там никакой нет да все на равных это уже как бы не нужна тусовка но это творческая творческая тусовка да то есть но она каждый день ой каждый срок они собираются вместе кто-то приходит кто-то говорит мне конечно честно честно мне не хватает мне не хватает какого-то такого творческого взрыва да вот чтобы как все так как ракета да опять если мы перейдем чтобы все это окислилась да там уж жар вышел наружу но я думаю я думаю что все это будет да просто со временем народ надо маленько подогревать надо сказать что как здорово творить как здорово что то делать как как необходимо находить время в том чтобы свои фотографии обрабатывать пойти что-то сфотографировать реализовать свою идею потому что время в наше время да это самый дорогой как бы продукт это надо постоянно ходить снимать 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 это надо быть немножко ненормальным чтобы вот столько много времени тратить на на творчество поэтому я считаю что если увидят как работают другие да есть вот этот потенциал внутри вот этот клубок начнет там вращаться вращаться до генератор внутреннего творчества когда он рванет я думаю что вот я даже не знаю кто ходит в клуб кто как стрельни да хотя я знаю кого есть потенциал уже то в принципе но спашу два момента момент первый образом все-таки есть китайская поговорка о том что когда ученик готов учитель всегда найдется и и с другой стороны пока нет котла зачастую и не знаешь в какую сторону кипеть вот для меня на самом деле вот эти два года фото клуба они дали такой очень хороший пинок хорошую точку роста начиная с первого заседания когда приходил вани и рассказал собственно говоря про концертную фотографию у меня получилось так что буквально через месяц после этого просто-напросто в тупую договариваюсь с росарио джулиани когда он приезжает филармонию что давайте я просто приду пофотографирую в репетицию и после этого идет цикл джазовой фотографии у меня он просто-напросто начинает идти один за один за одним и с теми же сказками большого города это две работы которые здесь висят они тоже появились благодаря клубу я уж не говорю про цикл кора новосибирск который вообще полностью если бы не было бы клуба он вообще не появился как таковой на свет есть еще вопросы какие-нибудь за ненормально да конечно нет здесь здесь критерий очень простой можно я отвечу человека который готов тратить свое время и приходить на встречу в клуб значит у него есть какое-то желание какой-то потенциал пусть он даже не фотографирует да но значит ему это интересно а сейчас не фотографирует но он может быть а ему это интересно уже может в чем-то другом себя проявить правильно нет начинается а фотографии в принципе как искусстве да но я уже говорил что наш клуб он из трех состоит элементов первый элемент как бы каждая встреча до строится по неким правилам это при мы приглашаем какого-нибудь интересного человека который чего-то уже достиг и он рассказывает показывает на прием на примере своих работ как он это сделал что у него есть да какие там идеи и в принципе многие рассказы о том что они вкладывали свою фотографию в принципе как они работали головой как они работали сердцем да и при что у них получилось в итоге и каждый задумывается просто для себя ставят какие-то правила вторая часть это мы проводим близ конкурсы но вот я своих всегда постоянно ругаю членов клуба что надо больше активнее работать и и близ конкурс это задача это перестроиться носить всегда с собой фотоаппарат есть у тебя всегда с собой фотоаппарат ты не обязательно снимешь фотографию на тему ты еще 7 что-нибудь для просто с ними что-нибудь и для другого да потому что ты всегда нацелен на кадр и мы выбираем лучшие работы потом конце года из лучших работ мы выбираем лучшую фотографию но это уже как бы так итоговая вещь а третья часть то есть тот человек который приходит члены клуба они приносят свои фотографии и мы уже разбираем их работы где-то дотянуто где-то не дотянуто снято не снятый я скажу короче приходите нет когда подготовлен когда знаешь что можно конечно конечно да ходить ближайшая встреча 17 марта 18 30 российской немецкий дом спасибо всем кто пришел либо интересно было встречи полезно познавать не зря время потеряли да ушел как она мы там все интересно